18 мая 2012 года. Время 09.56. Отдел социальной защиты и труда города Перемьевска. Продолжение следует... 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 Ну, я смотрю вот на постановление правительства 761. Вот-вот-вот, оно и есть. Нет, но опять же, еще раз. Люд, принесли на 761 постановление? Это есть у них. Каким нормативным документом вменено в обязанность... Сейчас посмотрим, что мы можем, да, там написано, что... Отказать, но... Там все же отказать, что мы можем проверять сведения, достоверность и достоверность сведений, но во всех документах это есть. То есть, если вы думаете, что вы нам принесли, и мы так закроем глаза, и вам просят... Ни в коем случае, ни в коем случае, ни в коем случае. Я всегда верю на... Мы за это отвечаем, да. Безусловно, обязательно. Конечно, спрашивают с нас. Вот вы приходите, что вам жалко, что ли, у вас деньги государственные жалко, потому что мы потом считаем, да, это и получше. Потому как вы в ответе за расходование бюджетных сведений. Вот. Я очень благодарен вас. Но, учитывая то, что виновен я или кто-либо из моих родственников... Виновен, невиновен, это только супер сказать, правильно? О, нет. Нет, мы не говорим, что вы виновны, мы просто говорим, что вы в этом не предоставили, поэтому вам ответили. Мы не предоставили, мы предоставили как раз, у вас сомнения возникли, хорошо? Сомнения возникли? Нет. Почему сомнения? У вас справка одна, трудовая другая. Мы посмотрели, сравнили. Вот как раз... Товарищ просит, ну, во-первых, пояснить вот эти, то, что на основании чего мы ему отказали, да? С 8 лет? Я сказала насчет справочки, то, что справка была по сентябрь месяц, а дату увольнения в июле, значит, за два месяца человек не разносит. Но надо конкретизировать здесь, потому как я, вот, не знаю, это формально... Это общие вот... Чтобы посмотреть, копия. Справка? Да, да, да. Чтобы посмотреть, чтобы вам сразу доказать, чтобы вы видели воочию. И еще, лицебрестерингуруешься, где тут написано, что мы можем проверять недостоверенность, или какой у нас фонд? А вы же руководитель, вы должны знать, наверное, больше, как руководитель. Вы же учите. Это так. Что вы написали? Так, ага. Уполномоченный... Так, вот, вот этот вопрос у меня, вопрос. Уполномоченный... Да, вот, вот. Вот как раз этот вопрос у меня. Где написано, каким нормативным документом вас уполномачивают проверять подлинность документов? И достоверность. Вот. Можно прямо каждому слову... Нет, извините, я юрист, понимаете, нет, я... Уполномоченный орган... О, орган уполномоченный. Каким нормативным документом уполномачивали данный орган проверять и достоверность? Мы можем разговорить подлинно, да? Ну, конечно, вот вопрос у меня такой. Каким нормативным документом уполномочили вас проверять достоверность документа? М-м-м-м-м-м-м-м. М-м-м-м-м-м. так нет нет давайте толковать вот это иначе нельзя закон должен быть утолкован и как его применять как у нас написано что там так это на правительство вот видите опять же хорошо пришел у нас у обратить внимание найдем этот документ нет я как раз хотел бы здесь у вас вот смотрите справочка за сентябрь да август сентябрь с апреля по сентябрь стоит заработная плата хорошо хорошо замечательно пусть даже не установим в обратном ничего 1 июля ваша жена уволена июль август сентябрь доходы хорошо молодцы молодцы доставьте другой договор доставьте другой договор по которому она работает кто должен обязан вот это проверять вот эти документы то есть подписи никто под сомнение не ставит далее кто увольняет и кто честно говоря вот писал вот данный документ следовательно необходимо полную объективную и всестороннюю проверку провести с учетом данных документов и установить ложность и положность кстати обратите внимание на пункт 14 постановление правительства 761 первое там ответственность заявителя ответственность заявителя ответственность нельзя толковать таким образом чисто гражданском правом ответственность уголовной и административной следовательно прежде чем какие-либо процедуры провести необходимо полностью рассмотреть данное заявление с учетом мнения заявителя и но до принятия решения по данным возникшим вопросам необходимо приостановить разрешение или отказ данного заявления следовательно если вы сами самолично без осуществления тех или иных операций и проверок не проводили как можно говорить о ложности сомнения да я согласен я кстати вот у меня тоже возникли вопросы я же слушаю вот да действительно вы правильно сделали я ничего не возражаю но опять работодатель не наша вина еще раз я сразу сказал вина сия моя или тех людей которые предоставили документы правильно я сразу сказал в данном случае вина тех людей которые предоставили документы ааа вы чисто верясь в гражданском правовом порядке нет узкое толкование вот вы мне предоставляете документы я смотрю на лицо то что есть там нет Там сомнения, да? Согласны. Правильно. Что я еще должна делать? Я должна проводить какое-то расследование? Нет, я могу на основании этого вам это отказать. Стоп, пункт 14, уполномоченные органы. Мы найдем этот документ. Мы найдем заявительность ответственность. Ответственность? Совершенно нет. Да, нет, нет ответственности. Но, еще раз повторяю, обратите внимание. Это является основанием для отказа. Смотрите, давайте толкование боемуска. Ответственность уголовной административно-гражданской правовой. Давайте не будем. Ответственность. Теперь надо установить вину. Косвенная, прямая, тех или иных лиц. У нас ничего не написано. Вот не написано толкование. Вы составляете документ, вы за него несете ответственность. Нет, я с этим не согласен. Узкое толкование, это ученое. Давайте так, если по-вашему, значит, мы должны были присутствовать при выписке справки вашей жены. Удостовериться, что действительно вот она там рассчитывала, что этот работодатель вот тот самый, что вот он в подпись его, то, что вот рассчитывается. Вот давайте далеко ходить. Вот давайте. У нас есть уравнение. Нет, нет. Мы считаем, что мы правы. А, вы правы? Если вы считаете, что мы правы, будем дальше. Хотите подавать? Нет, обязательно. Нет, спиранет. Знаете, то есть вы не желаете... Просто, точнее, какой документ, где можно посмотреть, и сейчас товарищу предоставить, о том, что мы являемся полномочным органом, то есть мы все равно что-то есть, они быстрее сориентируются, и мы найдем, хорошо. А вы руководители, вы ли в курсе эти вещи? Нет, вам нужно показать, сейчас мы все покажем. Вот смотрите, я вот как специалист, скажем так... Мы знаем, какой вы... Какой вы знаете. Да, конечно. Да, да. Знаете. Знаете. Яриспруденция, да? Вот орган ваш. То, что ваша юриспруденция, то, что вот я говорю, даже стоит такие, я... Извините, грош цена вам как все. Хорошо, ну конечно, а ваш муж каким образом тогда? Вот, есть вот эта коррупционная составляющая? Вам же сказали, нет коррупционной... Нету? А есть у меня документ, который подтверждает выявлено нарушение? У нас разные полномочные. Конечно, конечно. Если бы я работала вот у него где-то вот под его началом, то есть он глава, я там, зам Личенко... Это дело времени. Вот, поэтому давайте, я говорю, мы это оставим, да? Потому что мы там уже не правы. А то, что... Ну, обгалуйте. Вопросы какие? Вы с вами говорите. Как вам сказать, чтобы вас не обидеться. А, скажите, вы пошлите таким же образом, да? Я не могу вам так сказать. Почему? А, таким же образом. Культурно вот как послали? Идите отсюда. Подождите, мы вас никуда посылать не будем. Мы просто хотим, чтобы мы разобрались. Сейчас вот на все вопросы мы вам ответим. Если вы с чем-то не согласны, да, конечно. Ну, у нас есть все, как сказать, принятые нами решения, да? Вы можете обжаловать в суде. Мы будем тогда... А суд у нас коррупционный. Понимаете, я записал, кстати, в газете писал. Никто про решение не делает. Вы же все, весь народ... Вы... Нет, дайте, пожалуйста. А, фамилия за это? Ну, я знаю, фамилия за это. Очень, 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 очень. Такой директор, что... Дальными я сказала. Вот Георгий Александрович, я еще раз говорю. Все, что вы юридист, да? Вы как человек, юридическим образованием. У меня нет юридического, у меня есть психологическое образование, да? Ну, вот. Ну, вы должны лучше меня разбираться в законах. Ну, я же говорю, вот как раз в меня вопрос. У нас законы несовершенны, да? Я все знаю, я знаю, что можно найти всякие вот эти вылазки, да? Солидария полностью. Вот, что наша служба работает на то, чтобы гражданам сделать как можно лучше. Но когда нас вот так вот, то что вот при каждом вашем появлении к нам, да, У нас какие-то все равно вот стычки, да, получается. То вы тут недовольны, то вы там, то вы нам другие документы предоставляете. Я не буду... Что-то чем-то, понимаете, вот. Если вы юрид, вы бы взяли, скачете, вы правы, правы. Вот эта справка, вот я не так. Вы когда сдаете документы, вы сами должны были... А, еще вопрос. Да, вот у меня же жена... Я не вышла. Я не вышла. Вопрос такого хорошего... Понимаете? То есть вы сами должны пустить... А, должны я бы... Двигать? А вы деньги заплатите, я вам урегулирую. Какие вопросы правовые, которые необходимы? Заплатим только тогда, когда, допустим, вот вы принесете все документы. Тогда будете получать субсидию. Если вы хотите, чтобы я вам как юристу заплатила, то извините, как руководитель отдела своего защиты, я с вами так, как юристам, никаких дел иметь не хочу, поскольку... Ну, вы сами сказали, что вы пришли бы, сказали бы... Достаточный комитет в этого... Конечно, все, вопрос приятно. Поэтому мы сейчас с вами разговариваем только по субсидиям. А я при нашей власти преступной, вот, и администрации, которая у нас находится, я не вижу здесь... Вот если вы считаете меня таким... Ну, там власть не говорит. А там... Нет, подождите. Там власть не говорит. Власть? Как раз вы под властью, вы находитесь под властью, понимаете? И вы танцуете перед властью, находитесь. Не будем этой скучать. Дальше идет. 28 апреля принимайте решение. Чем связан до 17-го числа... Вот у меня задержка. До 17-го числа. Чем это связано, вопрос? Конверт вас, да? 16-го, 17-го я получал. С апреля месяца, вплоть в полмесяца у меня... Я не получал. Вот это письмо. Чем связано? Вы говорите, если бы я урегулировал вовремя... Решение мы принимаем, да, в течение... А знаете, я сейчас скажу, сейчас скажу. Мы ваше дело посылали в наше министерство, чтобы нам дали консультацию, право или неправо. Нам действительно сказали, что документы будут, да, и мы можем отказать вот по таким-то вопросам. Угу, хорошо. Потому что действительно... А министерство где находится? Истор руководитель министерства 5. Надежда Виктор Медвиновича, министерство защиты. Понятно. Министерство нас руководитель в городе Ишкарова. Все вопросы. Поэтому, вот я бы если мы сомневаемся по каким-то вопросам... И вот это задержка... Да, мы ваше дело посылали туда. Вот как раз по вам было и по Даниловой вот еще. Поэтому мы оба дела посылали, и вот смотрели, и консультировались, что мы можем сделать. Хорошо. У нас, по-моему, даже тогда приезжала проверка специалист, мы ваше дело послали, мы сказали, что ну, поэтому вопросы все усилия, что мы договорились. И когда вот нам уже дали окончательное решение, мы вам послали письмо, что действительно мы вам отказываем и на основании ЧД. То есть задержка связана с урегулированными вопросами, урегулированными вопросами, с высшестоящим образом. Да, потому что вот вы считаете, что мы утра тут на обума сказали, мы и тоже не на обума, мы консультируем. Знаете, учитывая обстоятельства, я ваше солидание с этим моментом, потому как, если есть сомнения, лучше урегулировать данного вопроса с руководителем. Это правильное решение. И солидание. Я хоть как плохой юрист, как вы правильно говорите, да? Я не говорю, что вы плохой юрист. Я не могу к вам как юристу не обратила. Ну, правильно сделали. Да, потому что, судя по тому, по всем вашим выступлениям, по вашим речам, по тому, как вы себя ведете, я считаю, что как бы, ну, человек так себя вести не должен. Не должен? А присмыкаться? И танцевать? Давайте так. Присмыкаться я не умею и не хочу, понимаете? А перед властью присмыкаться, вот так ходить, кто так, не буду я говорить. Я тоже такой человек, допустим, если я с чем-то не согласна, я не пойду там в морду человеку, не знаю. А я ведь не собираюсь, это отдельный, это я сам... Я не буду говорить грубостью, я не буду там, так сказать, выливать какую-то грязь там или еще чего-то. Если я что-то хочу добиться, я вот мирным путем, как мы с вами разговариваем, убеждением, может быть, да, какими-то предоставлениями, каких-то доказательств, на чем я основываюсь, да, вот у меня, допустим, такое мнение, вот у меня есть закон, я не могу дальше пойти, согласно этому пункту, вот почему вам отказали. То есть что-то все должно быть вот подтверждено, да? А говорить вот так вот на обо, вот этим бросаться, тем более вот вы в этой предвыборной кампании, вот в тех, 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 кого только можно обнимать без доказательств. Без доказательств. А почему тогда меня... Нет, почему тогда мне... Вот до сих пор я хожу, извиняюсь. Знаете почему? Потому что люди оказались умнее. Умнее, да? Молодцы. Нет, ничего страшного. Вот честно, да, мне хотелось тут подать. Подавать? Нет, вопросов нету. А потом... Будут противостоять. И очень хорошо будет мне выявлено, очень замечательно, и что-то, и что-то еще, которое подтверждит мне мою правоту. Знаете, у меня есть сомнения? Мы сейчас с вами поговорим, да, сейчас уже разговариваем, вы со мной по многим вопросам согласны. Я согласен, согласен. Вопросов нет. Поэтому я думаю, что... Я солидарен. Вы же психолог, вы видите, если три согласия получили, три да. Вы же есть в психологии, три да, да? Но, тем не менее, я остаюсь при своем мнении, когда по юридическим, вы сами сказали, что... Вот просто, если у вас есть какая-то своя позиция, вы ее должны доказывать, но доказывать грамотно и подтверждая каждое свое... Почему я... Презумпция невиновности. Почему она есть? Презумпция невиновности. Ну, вот вы говорите, вот там плохо, там плохо. Так вот, вы думаете, и нормально все это показываете. У меня есть. Потому как Малыша сам уже в тупик встал, он сейчас танцует, не знает, что делать. Я потому... Нет, нет, я к чему говорю? Вонся к нашим баранам, да? Баранам вернемся. Хорошо. Но, я согласен с мнением вашим, согласен в этом плане, но сомнения остались у меня в плане того, что вы в презумпции невиновности оставили за нами. Да. При этом не проверив полностью сторонние все доводы заявителя. Еще раз, да? Я говорю, вот бумажка и вот. Где-то у меня. Где-то у меня. Ой, придавая-то книжка. Где-то стоит. То есть вот эти два документа, что она уволена 1 июля, и вот этот документ, они дадут ответ, что уже... Нет. Вот, смотри, да. Да, иди сильно. Ну, ответственность. Вы даже вот эти три месяца. Жена уволена, июля, август, сентябрь. Ей тот же работодатель дает зарплату. Во, вопрос. Теперь ответственность должна быть. Да, какие-то договорные отношения на этот срок? Договор-то есть. Где? Вот договор. Вот же договор. Вот такой. Вот, пожалуйста. Вот этот договор. Почему не проверяли? Договор был. Нет, теперь... Нет, нет, нет. Опять же. В первых документов у нас есть договор о предоставлении мероприятия. Совершенно верно. Я все приказал. Теперь должна быть ответственность. Согласите? Ответственность или заявителя, или работодателя. Согласен? То есть получается, как будто мы укрываем свои доходы. Согласите? Ну и так получается. Теперь надо устанавливать. Кто же виноват в этом? Нет. Понимаете, мы виновных не ищем, да? Вот. Вот правильно сказали. Вы прочитали пункт 14, что заявитель несет ответственность за достоверность этих документов. А мы можем проверить. Вот вы нам, сдавая документы, значит, согласно с инфекцией, первым подстановлением, вы уже несете ответственность, что вы эти документы предоставляете правильно. А мы-то предоставляем правильно. Вы их предоставили. Я говорю еще раз, если вы юрист, вы уже могли бы вот это... Ну, я не компетентен проверять что-либо, потому у меня само сомнение, но я таких компетентен. Я предоставил, и я первоответственность. Значит, вы... Я ответственным нечем. Следовательно, меня должны привлечь или к административной, или к уголовной. Нет, нет. Почему нет? Ну, мы привлекаем, мы просто говорим, что мы не положены в судебный. Ну, это сразу граждан в правовой порядок. Нет. Подвесный. Ну, у нас нет, что мы там важно какой-то, как-то, чарочки, людей наносили, да? Вот. То есть, вот на основании том, что... Хорошо, если вы, вот, на эти три месяца какой-то договор предоставили нам, что, может быть, она под договору работала. Ну, сейчас даже участник пишет, в трудовой книжке должен занести это все. Ну, знаете, сейчас и трудовой-то, хотя бы, врачи, например, тут вопрос. Вы можете, когда я снялся к ответственности, что он вам неправильно опормирует документы, неправильно? Но я этим не занимаюсь. То есть, это у вас право. Следовательно, я как раз правильный вопрос задаю, компетентно ли орган, ваш, ваш отдел, приниматься так? Следовательно, вы сами даете мне ответ, вы некомпетентны. Во, правильно. Вот я как раз, вот, совершенно верно. То есть, субъективно наше мнение, основанное на документах, ну, визуально, правильно? Теперь, достоверное сведение. Мнение не субъективное, а объективное, правильно? Ну, знаете, основанное, субъективное, нет, нет, субъективное, основанное на документах, которые пристали. Основанное, да. Вот, субъективное мое мнение, субъективное мнение. А теперь надо доказать, а является ли он надлежащим доказательством, надлежащим доказательством, чтобы отказать или ему выдать данную услугу. Теперь, компетентный орган должен выяснить данные вопросы, виновность или отсутствие вины такового. Нет, нет суд. Орган, прокуратура или милиция. Вот, я к чему. Прокуратуру можете обратиться в прокуратуру. Конкистер, ваш работодатель, выбиратель. Вот, вот о чем, вот я как раз говорю. Ну понятно, все. Вы ограничились, ограничились сразу гражданскому правовому ответственности. Нет, нет, я вижу два документа, которые не стыкуются. Не стыкуются? И возникли сомнения у вас? Возникли сомнения у вас? Что вы приняли? У нас сомнения, у нас факт налицо. Налицо, но опять же установить, установить-то надо вот эти документы о юридическом направлении. Вот вы представили? Да-да-да, безусловно, да. Там же направляют. 14 фон, посмотрите, постановая направление. Мы вам направили, что, да, на основании этого, мы вам сказали, что вы предоставили вам, по юридическому понятию, надо приостановить рассмотрение и разрешение данного заявления по причине того, что проводится проверка тем или иным органам. У нас нет такого. Вот смотрите, 161-й законодатель, это постановление Российской Федерации. Это даже не Республики Мариел. То есть кем оно подписано? Ну, наверное, тогдашним президентом, да? Я что буду, это? Раз президент написал, что у меня есть, я все выполнила. Я выполнила. Дальше у меня полномочий нет. Оспаривать. А у вас, кстати, юрист есть? У нас нет юриста. Выявлять, там еще куда-то, там в суде, в прокуратуре разбираться. Правильно ли мне Кузнецов от справки предоставит? Если у меня факт налицо, что я буду? Понятно. Ну ладно, я вижу, ладно. Все, хорошо, я понял вас. Так, наверное, мы... А, это другое дело. Если у меня вот тут написано, что у вас есть... Ну, у меня сами... Мы поняли, да? Вы меня поняли, да? Да, я тоже понял. И вы... Не полностью согласны? Не полностью. Не полностью. Хорошо. То, что уволена 1 июля, согласна? Она уволена, кстати, позже. И вот эта печать поставила она, вот эта Оржукова. Нет, хорошо. Когда ваша жена увольнялась позже, почему она дата-то, вот с этой датой согласилась? Как согласилась? Согласие ее не спрашивают даже. И потом... Она чуваши, она чуваши же, кстати, эта Оржукова. Ну, это я знаю, что она чуваши. Вот видите, уже прикосновены. Увольена с работы по ликвидации производства. Да. Во-первых, производство, я понимаю, это вот не... А я... Я... Нет. Нет, что? Вот вы юрист, да? Если человека увольняют по ликвидации, ему пособие выдают, выходное, дали ей пособие по выходной. Знаете, вот эти вопросы работодателю, работодателю, все вопросы. Не ко мне и не к жене. Почему-то ко мне так такие вопросы, правильно? Да. Потому как вы руководитель. Руководитель подразделения, которое предоставляет услугу... А я вам говорю, что если вот такая запись есть, ликвидация, во-первых, нужно было... Эти все вопросы работодателю. Во-первых, нужно было побывать центр занятых сюда бумажку, что предприятие ликвидируют. Как вы, я... А мы-то что? Он, он, миленький мой, вот ты говоришь, не знаешь. А я вот то, что знаю, я тебе говорю. Вы знаете, вы работали в центр занятых сюда. При ликвидации и при сокращении. Рабодатель за два месяца... А как и можно вы работали там, если у вас профитер не профильный? Почему я там образование второй психолог? А психологи там работают? У меня больше не было. Я был консультантом, который занимался, оказывал консультацией психологического поддержка. А там, Сергей Аркадьевич, кем является, кстати, он тоже такой? Не-не-не, он кем? Психологом является? Я вот его узнаю. Нет, вы сами говорите, что психологи работают. Когда меня приняли на должность профконсультанта, нужно было психологическое образование. Сергей Аркадьевич подойдет, скажет, кто? Нет, почему? Ну, руководитель не должен быть психологом. И нас, как сказать, специально для этого обучали. Вот, я вам что хочу сказать. Вот по ликвидации-то я знаю, что там за... Могу сейчас просто в сроках, да? За два или за три месяца предприятие должно подать списочек, что у него будет, пусть даже один человек, он будет ликвидирован. Это вопрос работнику или работодателю, кстати? Работодателю. Вот, а вы-то на нас что уберите? Вы-то меня тоже к обладателю посылаете. Нет. Я просто вам говорю. Как раз вы... Давайте так. Вы сказали, я юрист. Я вам говорю. С вашим я не согласен. Это вы как юрист тоже должны. А я зачем? Я если бы защищал вот ее, тогда да. А вы только защищаете. А я свою жену. Вот свою жену вы и защищаете. А зачем я... Ликвидация, она еще должна была получить пособие, выходное, понимаете? Извините. Это вопрос не ко мне. Во-первых, может она получала еще, я и не знаю. Может она утаила где-нибудь? Может, молодец. Может быть, согласитесь. Я и не могу сказать, не ухожу. Давайте мы все это куда-то уходим. Я поставлю своим баранам. Справка и... Понял. Я поставлю. Теперь, где документы у полномочного комбината? Сейчас еще. Тогда долго займись? Не знаю. Вы подробите, пожалуйста. Можете это самое не ждать, мы вам потом найдем, перезвоним. Ну нет, знаете, я как раз утащил. Все понял. Я утащил хотел и пришел с целью... Урегулировать данный вопрос. Возникший... Нам очень нам передаются. Нет. Ладно, хорошо. Я хочу обратиться. Сейчас скажи. Предупреждаю вас, что я буду обращусь в эту органу. Сами знаете. Потому как я нехороший человек, вы уже сами сказали мне. Ну, тем не менее, мы... Я согласен. Я частично... У нас твое судебительное мнение, да? Хорошо. По тому, как вы себя ведете, не очень. Да, безусловно. Не очень. Правильно. Я не собираюсь детей крестить, и не собираемся вот эту плать. То есть, что мы остаемся на рабочем месте, и каждый должен выполнять свои должностные обязанности. Да. И в связи с этим остаемся, опять же, выполнять свои права. Должен можно. Все? Да. Если вы считаете, что мы не правы, вы можете наше решение... И это правильно. Все? Спасибо. До свидания. Вы со мной согласны. Я, конечно, согласен. В счастье... Мы с вами договорились. В счастье... В большей части согласен. Вы не должны сказать, чем я вам. В счастье согласен той, которую вы изложили. Но юридически вы опровергнули мои доводы. Не смогли. Вот видите. Все. Ну, все. Ну, дело не заблуждается. Извините, пожалуйста. Все, до свидания. Все? Хорошо. Вы документы так и не нашли? Я уже дал. И все? 761-я? И все? А какой? Нет. А у полномочия на организаторах? Нет. Все документы... Вот... Сначально... Сначально взялась... Ну, вот... Я... Раскут, конечно, вот это... Ваша... Раскут... Раскут... И там, где-то... Нету никого там... Мы убежали, и все. Ну, как это так? Сейчас, ну ладно. До новых встреч. Удачи, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»